С каждым годом негативное влияние человека на климат становится все более очевидным. Катастрофическое таяние ледников, наводнения, лесные пожара и множество других негативных явлений – это расплата за потребительское отношение к нашей планете. И она способна мстить. И отличным наглядным примером может стать 1816 год. За всю историю метеорологических наблюдений 1816 год был сам аномальным. Его не зря называют годом без лета. Европа и Северная Америка стали жертвой сильного понижения среднегодовой температуры, который на самом деле продолжался не один год, а три и оказалось серьезное влияние на человечество. Холодам предшествовала другая серьезная катастрофа. В 1815 году началось извержение вулкана Тамбора на инонезийском острове Сумбава. Это был самый масштабный катаклизм такого рода в истории человечества. Извержение началось взрывом, который было слышно за 2600 километров от острова. Количество вулканического пепла и пара было таким, что в радиусе 600 километров от вулкана на три дня наступила кромешная тьма. На побережье островов Индонезии обрушилась 4-х метровая волна цунами, несущая смерть и разрушение. По самым скромным подсчетам, само извержение и его последствия стоили жизни 71 тысячи жителей архипелага. Но это было далеко не все. Огромное количество пепла, поднявшееся в атмосферу, вызвало в Северном полушарии эффект вулканической зимы, которая забрала в течение последующих трех лет еще сотни тысяч жизней в разных уголках планеты. Проще говоря, в 1816 году долгожданное лето в Северном полушарии просто не наступило. Извержение тамбора привело к понижению средней годовой температуры воздуха на 2,5 градуса. Казалось бы, немного, но последствия были устрашающие. Из-за похолодания в марте весна не пришла, и температура в Европе и Америке оставалась зимней. Июнь и июль на большей части Европы ознаменовался заморозками, которые в некоторых странах, например в Германии, сопровождались сильными бурями, ливнями и градом. Рейн вышел из берегов, затопив огромные территории, а Швейцарию несколько раз за лето накрывало снегопадами. Примерно такие же события происходили и на североамериканском континенте, от Аляски до Панамского перешейка. Три года северное полушарие не видело летнего тепла, что привело к неурожаем и голоду. В конце лета 1816 года начали расти цены на зерно, и к лету 1818 года они поднялись более чем 10 раз. Относительно повезло в этом отношении Российской империи, которая в своей значительной протяженности не так пострадала из-за катаклизма. Но пшеницы и ржи, закупленных в России, все равно не хватало. Для Европы, еще полностью не оправившейся от наполеоновских войн, это было слишком серьезное испытание. Во многих странах на фоне голода начались эпидемии брюшного тифа и холеры, а также народные волнения. Кое-где возмущение народных масс выходило за рамки обычных беспорядков и превращалось в погромы и открытый грабеж складов, лавок и магазинов с убийствами и поджогами. В Швейцарии ситуация настолько накалилась, что властям пришлось вводить чрезвычайное положение и комендантский час. В одной из самых благополучных стран Европы люди убивали друг друга за еду и занимались мародерством. В небольшой Ирландии за три года от голода и болезни погибли почти 100 тысяч человек. В надежде спастись от голода и беспорядков, десятки тысяч европейцев оставляли свои дома и бежали за океан в Америку. Они не знали, что там их ждет практически те же самые проблемы, но усугубленные местным социальными и природными особенностями, которым многие оказались совсем не готовы. Почувствовал на себе последствия года без лета и Азия. В 1816 году в индийской Бенгалии началась свирепая эпидемия холеры, вызванная мутировшим от изменения климата вибрионом. Перед болезнью оказались беспомощны не только местные жители, но и колониальные войска. Почти треть личного состава британской армии, размещенного в южных и центральных штатах Индии, не пережили эту эпидемию. Вспышка болезни затянулась на долгие годы и захватила соседние и даже весьма отдаленные страны. В 1830 году холера докатилась до европейской части России. Официальная статистика гласит, что погибло 200 тысяч жителей империи, но эта цифра весьма приблизительная. Плотно населенный Китай одним из первых почувствовал последствия катастрофы. Холод уничтожил посевы риса, что означало для империи голод, болезни и войны. Так и случилось. Сначала население стало умирать от недоедания и эпидемий, а затем взялось за дубины и виллы. Отголоском голодных лет стали опиумные войны, вызванные переходом местного сельского хозяйства с выращивания риса на менее прихотливый и прибыльный опиумный макт. Поднебесная, ставшая всемирным поставщиком опиума, была атакована Британской империей, которой позже присоединилась Франция. Опиумные войны продолжались до 1860 года и унесли сотни тысяч жизней. Таким образом, извержение Индонезийского вулкана продолжало убивать людей даже спустя полвека. Бедствия, затянувшиеся на долгие годы, дали толчок ученым и изобретателям. Многие великие умы 19-го столетия увидели направление, в котором нужно двигаться, чтобы избежать повторения несчастий. Химик Юстас фон Либих, едва не ставший в детстве жертвой голода в Нарштадте, посвятил свою жизнь изучению питания растений и создал первое минеральное удобрение. Сказал за катаклизм и на техническом прогрессе. Массовая гибель европейских лошадей от бескормицы навела на мысль барона Карла фон Дреза, который в 1817 году впервые запатентовал велосипед. Совершенно очевидно, что в наши дни последствия массового похолодания или потепления будут более катастрофическими, так как их будет отличать масштаб и необратимость. Мы уже начинаем расплачиваться за свое отношение к нашей планете и, возможно, скоро она призовет нас к ответу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok